всем доброго дня мы сегодня с вами продолжаем изучать конечные преобразователи и конечные преобразования и сегодня я как говорил у нас есть две две концепции которые мы с вами хотим разобраться если разберем больше будет отлично значит во первых мы хотим с вами показать почему конечный преобразовательный замкнут относительно композиции а во вторых доказать теорему него который является аналогом свд в мире морфологии и конечных преобразователей давайте мы сейчас как раз с вами это напишем и поймем какую какой факт нам надо с вами сегодня показать поскольку мы в этом блоке нумеровали название теорем делали порядок для названия теорем то давайте продолжим эту нумерацию и вторая теорема которая у нас с вами будет это замкнуть относительно композиции то есть давайте сформулируем теорему она у нас называется теорема 2 мы говорим что если у нас есть конечное преобразование psi 1 из некоторого языка сигма звездочка в гамма звездочка есть psi 2 из гамма звездочка давайте я буду говорить и звездочка это конечные преобразования это кп то мы для соответствия с вами можем определить композицию и мы сначала должны применить с вами все 1 а потом ps2 тоже будет являться конечным преобразованием и так смотрите давайте я сейчас и тебе расскажу вкратце значит во первых что мы с вами сделаем мы с вами сделаем все переходы однобуквенными то есть мы либо на входе что-то оставляем либо на выходе что-то оставляет и дальше нам по сути нужно сделать она от команды этот pipe на допустим у нас есть я не знаю там что там ls слэш там в c минус л да то есть нам нужно весь остаток вот эта вот команда перегнать в студент вот этой команды да и как раз это мы будем делать таким образом что если мы на выход 1 автоматаж 1 преобразователя что-то пишем то со входа 2 преобразователя нам надо будет это с вами съесть вот идея как раз состоит вот вот это вот команде теперь давайте немножечко формально это определим чтобы мы с вами этим могли работать и так смотрите что мы можем с вами сказать мы можем с вами сказать что psy 1 задается каким-то конечным преобразователя м1 коптейль наш любимый апси 2 задается языком задаваем м2 где м2 это тоже коптейль так давайте поймем из чего он состоит давайте мы скажем с вами что пусть это у нас с вами q дальше что у нас с вами получается язык входной сигма выходной алфавит гамма переходы есть давайте мы будем обозначать дельта q дальше у нас есть q 0 и множество f q но что завершает состояние а здесь у нас с вами мы опять же будет пусть множество состояний п здесь у нас алфавит входной гамма здесь у нас выходной пи множество переходов пусть дельта п здесь у нас входное состояние q 0 и завершающее состояние fp тогда нам надо с вами построить новый конечный преобразователь а и в нем будут давайте м аут его назовем нет лучше давайте мы его назовем м композиция и он будет у нас состоять следующем мы в нем возьмем значит входы такие тут неважно как перечислять давайте пусть у нас будет п на q не дайте q на п все-таки у на п входной алфавит у нас будет сигма выходной алфавит у нас будет и входное состояние у нас с вами будет пара q 0 по 0 делаем по сути декартовое произведение а здесь мы с вами скажем что множество завершающие состояние это у нас q 0 q f q декартовое fp теперь надо внимательно определить переходы сразу скажем что для любого элемента x там сразу скажу что у нас все переходы в все один и все два имеет такое соотношение что у нас мощность хода плюс мощность выхода равняется единиц это важно это надо не забывать тогда мы с вами построим множество переходов дельта смотрите тут очень аккуратно здесь действовать а первый шаг который нам надо с вами сделать это посмотреть а что мы считываем с первого алфавита да то есть мы берем говорим что у нас есть переход q 1p пара по слову а мы получается идем и пишем q 2p эпсилон где у нас есть переход в исходном автомате из q1 по а в q2 эпсилон принадлежит ну видимо исходному переходом исходного автомата дельта q это раз то есть мы снимаем с первого языка то что у нас получается на входе дальше второй язык второй язык у нас с вами получается следующий что у нас с вами теперь выходы давайте разберемся не дать не с выходами определимся с промежуточным переходом а значит у нас состоянием q1p1 со входа эпсилон будет съедаться на вход на выход q2p2 эпсилон если теперь смотрите внимательно у нас в первом автомате есть переход который кладет букву а на выход давайте для промежуточного языка считать что у нас элементы это греческие буквы то есть у нас будет класса альфа прям нежность давить такую а во втором авто а втором автомате во втором конечно преобразователь мы берем p1 на вход кладем альфа на вход получаем b2p все принадлежит дельта п то есть то что мы с вами читая в первом преобразователи на выход мы с него же и выкидываем и третье нам осталось куба по 2 так сейчас секунду а значит я немножко туплю извините я мне просто звонят блин я немножечко это значит смотрите мы чё делаем мы снимаем и все на вход и давайте напишем что мы кладем qp2 запятая некоторый ну опять же пусть символ а будет у нас с вами но этот переход у нас добавляется в том случае если у нас с вами есть переход p1 эпсилон в p2 а принадлежащим дельта п то есть вот это дайте еще раз вот этому и читаем состоянии на букву здесь мы делаем перенаправление в виде пайпа а здесь мы добавляем то что у нас есть в стадо так идея переходов понятно теперь давайте доказывать индук по индукции следующий факт точнее следующую лему мы будем говорить с вами что давайте возьмем два перехода q1 p1 у эпсилон выводится в q2 p2 эпсилон в в автомате новом м давайте м комп тогда и только тогда когда существует некоторое промежуточное слово дубль в такое что из q1 давайте скажу значит нам надо со входа считать эпсилон у тут слова будет из промежуточного языка выводится q2 эпсилон w это у нас будет в автомате как мы его назвали давайте я назову м вот а во втором автомате мы с вами читаем это слово дубль в эпсилон и выводится у нас p2 эпсилон в то есть по сути у нас с вами существует вывод но автомате тогда и только когда существует вывод в другом автомате и так давайте теперь докажем этот факт индукции ну в обе стороны значит первый переход это и у нас индукция по количеству перед по длине вывода по длине вывода в м м комп можете еще раз прокомментировать смысл смысл лема в том что по сути она говорит что мы если в композиции выводим да тогда и только тогда когда существует промежуточное слово через которое мы осуществляем перевод то есть у нас есть пара q1 p1 пара q2 p2 на входе мы читаем у на выход пишем в да это значит эта штука эквиваля то тому что у нас есть промежуточное слово дубль в через который мы это перевод осуществляем вот и в первом автомате мы делаем перевод из q1 из состояния q1 состояние q2 а здесь и состояние по 1 состояние по 2 все значит поехали а тут нам надо посмотреть индукцию значит база индукции как обычно это ноль шагов 0 шагов и так что мы можем с вами сделать за 0 шагов давайте поймем мы берем с вами из q1 пары p1 вход эпсилон эпсилон ну точнее смотрите мы можем понять с вами что за 0 шагов давайте вот так напишем за 0 шагов мы с вами воем пару q2 p2 эпсилон в тогда из этого мы автоматически получаем с вами что q1 равно q2 p1 равням q2 у равно эпсилон в равняется эпсилон ну и тогда из этого мы с вами получаем что из q1 q1 эпсилон 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 мы выводим q2 эпсилон эпсилон при этом это эпсилон на самом деле а втором во втором преобразователе у нас получается что из p1 w которая равняется эпсилон эпсилон выводится p2 эпсилон и эпсилон который равняется в ну по этим равняется p2 поэтому все окей то здесь переход индукции база индукции показ теперь давайте двигаться к переходу переход интересен и он состоит из трех случаев значит давайте рассмотрим последний переход в нашем выводе то есть опять же пишем что это значит значит что у нас есть q1 p1 у эпсилон дальше за какое-то количество шагов мы выводим мы доходим до кого-то состояние q3 p3 здесь у нас будет у штрих в штрих и дальше за один переход нашему автомате мы с вами выводим q2 p2 эпсилон w а и так теперь смотрите внимательно надо разобрать три случая первый случай последний переход у нас мог быть вот такого вида вот такого давайте поймем что это у нас значит у нас мы должны с вами считать букву а и положить на выход пустое слово давайте напишу считали жили эпсилон давайте из сигма мы должны то есть мы из входного алфавита читаем пустое слово дальше кладем эпсилон тогда смотрите что из этого мы можем с вами сделать какой вывод первый вывод который мы с вами делаем то что у штрих это пустое слово ой нет у штрих это буква а а потому что вот она мы ее сняли второй вывод который мы с вами делаем то что вы штрих равняется в потому что мы ничего не кладем третий вывод который мы с вами должны сделать это то что п3 равняется p2 потому что у нас состояние не меняются и четвертый вывод который мы из этого делаем мы понимаем с вами что у нас из состояния q3 q3 по букве а есть переход в состояние q2 epsilon в исходном дельта п да я просто разобрал детальный вот этот переход тогда давайте с учетом этого перепишем что у нас получается у нас с вами получается что из пары q1p1 а взяв на вход букву а точнее у но я могу даже сказать что у нас у штрих это что-то поэтому здесь мы можем сказать что это у два штриха а здесь на входе эпсилон у нас выводится значит состояние q3 q3 равно p2 поэтому здесь у нас по 2 здесь у нас получается а здесь у нас получается в ну и дальше у нас получается здесь даже не важно что давайте не будем писать потому что смысл смысл этого выражения а теперь давайте внимательно проанализируем ситуацию которая у нас с вами получается у нас вот из этого еще мы можем сказать что из q1p1 уж два штрих эпсилон выводится у 3p2 и все w а это значит что мы здесь можем воспользоваться предположением индукции и сказать что существует слово в предположением индукции и сказать что существует слово w такое что из пары значит сейчас давайте писать q1 у 2 штриха эпсилон выводится q3 эпсилон в а из пары значит p1 w и эпсилон из конфигурации у нас вводится конфигурация p2 эпсилон в да это у нас предположение индукции на самом деле здесь мы уже можем сказать что это у нас с вами как раз тот факт который мы с вами хотели здесь показать вот давайте вот вот уже зафиксировали все теперь надо с первым поработать с первым фактом мы работаем с вами таким образом мы говорим что q1 у 2 штриха а эпсилон выводится q3 значит получается у нас с вами а дубль в и теперь смотрим на последний переход который у нас с вами был вот он из q3 по а давайте я напишу это у нас из четвертого пункта будет следовать вот этот переход то есть мы снимаем здесь а и переходим в q2 получаем q2 эпсилон дубль в да вот это у нас получается у а здесь у нас получается с q1 у эпсилон мы переходим в q2 эпсилон в дубль в то есть опять же мы делаем просто грамотный перебор случаев так следили за махинациями или или быстро вроде понятно да просто тут идет тупой перебор случаев как везде это в курсе формальных языков делать так это у нас был первый случай давайте подумаем где мы будем писать второй случай давайте я предлагаю его писать справа чтобы у нас с вами оставался вид того что у нас с вами происходит на доске так это у нас база индукции было давайте справа база индукции как раз вам писать это все второй случай перехода у нас с вами он будет задействовать следующее мы пошли по второму действию это значит что у нас с вами опять же пишем был переход по эпсилон эпсилон тогда я не знаю давайте писать вот так значит у нас получается у 1p1 у эпсилон значит здесь у нас с будет у 3p3 какой-то уж трех в штрих опять же и дальше у нас получается у 2p2 эпсилон в так мы сделали эпсилон эпсилон переход здесь из этого мы сразу давайте делать выводы выводы первый вывод заключается в том что у нас с вами у штрих равен эпсилон второй вывод который мы с вами сделаем из этого что в штрих равно в а третий вывод который мы делаем у нас получается такое что существует альфа из гамма такой что у нас был переход из q3 по эпсилон в так у нас это переход q2 альфа а здесь у нас с вами был переход а из p3 альфа в p2p2 эпсилон а еще у нас вывод есть такой что поскольку у нас вот это вот слово пустое давайте я сделаю я сделаю копипасту ой не то вернись вот этот делаем копипасту чтобы не дублировать информацию сюда переносим и пишем здесь смотрите вместо у штрих мы пишем с вами ну у штрих у нас и все он а здесь у нас получается в и значит по предположению индукции у нас получается следующее соотношение что существует некоторое слово w из гамма со звездой такое что из q1 эпсилон точнее из q1 у эпсилон мы выводим q3 эпсилон w а из p1 эпсилон w мы с вами выводим p3 эпсилон в так вот он предположение индукции у нас с вами ой только я погорячился и нам нужно вот так написать ну а теперь смотрите что нам надо сказать нам надо сказать на самом деле что вот это дополнительный переход которые идут вот отсюда у нас получается что здесь случилось а q3 q2 эпсилон w альфа а если мы возьмем вот этот переход и напишем его сюда то мы получим интересный факт что p1 w альфа эпсилон выводят по свойствам конфигурации p3 альфа в а дальше используя синий и серый переход а у нас получается следующее что мы с вами в принципе снимаем альфу на вход получаем p2 здесь на выход эпсилон а здесь на вход w просто в и в итоге у нас вот этот переход который был здесь уже существует не какое-то слово w а уже слово w альфа давайте его подчеркнем альфа значит переход выполнен поэтому мы здесь вот затребовали с вами что у нас должно существовать какое-то промежуточное слово w так со вторым шагом понятно что произошло мы разобрали вот это второй случай так говорите командуйте дальше двигаться или давайте дальше хорошо перестался третий случай давайте его перенесу еще куда-нибудь правее третий случай у нас это переход эпсилон в то есть мы со входа ничего не снимаем и кладем букву тогда мы с вами опять же давайте я сделаю копипасту вот этой вот штуки и сделаем некоторые вывода которые у нас здесь есть смотрите мы добавляем букву а на вход вот здесь вот это значит первое первый вывод который мы можем сделать это q3 равно q2 это раз второй вывод который мы с вами можем сделать а то что у нас есть переход p3 эпсилон в p2 а нашим автомате а следующий вывод который мы можем с вами сделать мы на вход ничего не читаем поэтому уж трех эпсилон и четвертый переход у нас получается следующее что вы это на самом деле не что иное как вы штриха потому что мы эту букву а здесь дописали не получаем что должно получиться в тогда опять же давайте сооружать какие-то действия которые на помогут это разрулить смотрите значит мы можем с вами уж трех эпсилон а давайте возьмем опять же этот переход для него напишем предположение индукции давайте опять его скопирую так смотрите я копирую этот переход только в нем делаю определенные замены у нас q3 заменяется на q2 p3 не меняется значит у нас еще должно измениться вот здесь вот эта штука на пустое слово уж 3 хэпсилон но и все окажется из этого факта по предположению индукции получается следующее что у нас существует какое-то слово дубль в гамма со звездой такое что из q1 уэпсилон мы выводим q2 эпсилон в м а и здесь у нас получается из p1 только дубль в эпсилон дубль в мы с вами выводим p3 эпсилон в штрих я извините что путаю входы и выходы местами все-таки у нас со входом так вот да есть на выходе такая штука так первый факт на самом деле мы с вами получили теперь давайте работать со вторым пунктом со вторым пунктом тут все интереснее и давайте посмотрим что нам нужно сделать нам надо каким-то образом написать сюда букву а на выход но на самом деле это делается достаточно просто достаточно заметить что вот этот вот что мы можем вставить сюда и получаем с вами p2 эпсилон в штрих а а что такое в штрихах это у нас в тем самым третий пункт у нас получился достаточно простым то есть первый факт который у нас есть у нас с вами показан индукция тройной переход так понятно и доказательства в одну сторону да теперь в обратную сторону так давайте подумаем где мы с вами писать давайте я перенесу на всякий случай лему и вот эти переходы то чтобы они у нас где-то были то есть если что те кто смотрят записи мы это сделали чисто для того чтобы давайте перенесем и дальше будем доказывать факт в правую сторону справа налево да и смотрите что мы сделаем с вами здесь мы скажем что пусть это так это в автомате мп пусть это мы делали заказ шагов это сделали за ищу а тогда делаем индукцию по каплю сэр база у нас 0 к равно 0 и равно 0 до из этого сразу можно сказать что один равно q2 к у равно эпсион w равно эпсион в равно эпсион т1 равно пугу из этого тогда автомата мы можем сказать что из пары у 1p1 эпсион эпсион мы можем вывести пару у 1p1 эпсиона эпсиона но учитываем то что здесь этот web это у нас у на самом деле это у нас q2 а это у нас по 2 так хорошо а теперь делаем переход и здесь нам нужно посмотреть какие у нас с вами были последние переходы в этой штуке значит у нас с вами есть существует слово w такое что а значит из q1 эпсиона у нас выводится давайте предположим за какое-то количество шагов к да тут важно посмотреть какие шаги у нас приводят к этой штуке первая возможность которая здесь есть это мы здесь либо считываем букву со входа либо мы пишем букву на выход да значит первый случай это пусть у нас будет мы с вами читаем букву читаем букву а тогда у нас получается что есть q3 эпсион и дальше у нас получается q2 эпсион w да только тут у нас будет не все давайте уточним это что что у нас такое будет на самом деле тут внимательно если посмотреть то тут будет слово w потому что здесь со входа мы мечтаем ничего точнее на выход ничего не пишем выход не пишем вот а здесь у нас получается с вами было p1 w эпсион в p2 эпсион в тогда мы что можем сказать давайте рассмотрим слова у равная у штриха а и получаем следующую штуку что на на самом деле у нас из q1 так сейчас у штриха ипсион мы читаем с вами q3 а а а и все а нет q3 эпсиона w и у нас есть вот это вот соотношение соотношение это значит что вот для вот этих двух ребят мы можем с вами применить предположение индукции только сейчас найду у меня в планшете это все улетело для к этим ребятам предпор применяем предположение индукция и получаем что что давайте подумаем значит по предположению индукция у нас следует что из парку 1 q1 p1 у штрих эпсион выводится пара q3 p2 эпсион дубль в да а теперь смотрите у нас есть переход по букве по букве а из этого мы можем сказать что из пары q1 p1 у штрих эпсион у нас выводится пара q3 p2 а дубль в а и теперь внимательно если посмотреть мы воспользуемся вот этим вот соотношением вот этим вот самым верхнем давайте я проведу вот этот этот распознавательный наш сигнал вот он идет вот аж отсюда вот куда то вот сюда давайте промотаем то есть у нас получается мы можем сделать переход из если у нас есть переход вот такого вида вот такого вот вида то мы с вами читаем букву а со входа и переходим с вами из q3 в q2 может у штриха просто у должна быть дальше секунду где 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 а да у да согласен у штриха я хотел сказать у штриха а здесь у нас а а здесь у нас получается да ёлки палки так у 2 p 2 epsilon в только еще внимательные люди могут сказать что тут у нас был дата да 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 я немножечко тут еще а в получается да здесь у нас получается в здесь у нас получается в и вот здесь у нас тоже получается в в общем первый случай перехода мы с вами показали в этом факте то есть идея такая последняя буква а отлично тогда у нас выход не меняется на охотка фонда еще одну букву нам читаем ну и со входа эту букву мы с вами берем из того случая который у нас был теперь второй случай который у нас может быть в этом факте то что мы в этом переходе а пишем какую-то букву пишем какую-то альфу тогда у нас получается что существует дубль в штрих равное точнее дубль в равное дубль в штрих альфа такое что из q1 уэпсилон у нас выводится q3 уже слово эпсилон здесь у нас получается дубль в штрих и дальше мы переходим за один шаг в q2 эпсилон дубль в штрих альфа да вот такое соотношение появляется а во втором случае у нас тут чается следующее что из p1 дубль в штрих альфа эпсилон мы читаем в p2 эпсилон в ну давайте посмотрим что мы здесь с вами можем сделать на самом деле здесь нам надо опять рассмотреть последний переход здесь последний переход значит у нас опять получается два случая 2.1 мы считаем считаем альфа а второй случай 2.2 это мы с вами пишем какой-то символ б значит давайте я рассмотрю в случае 2.1 в случае 2.2 я напишу что он рассматривается аналогично случаю 1 1 надо добавить правило из дельта п ну там кровно все тоже аналогично получается просто не хочу сейчас писать итак давайте рассмотрим вас в случае 2.1 внимательно а у нас получается что в каком-то переходе у нас было p1 в штрих альфа эпсилон потом мы переходим с вами в какое-то состояние p3 на входе здесь остается альфа на выходе при этом мы понимаем что мы ничего не пишем у нас остается только в и дальше за один переход мы с вами переходим в p2 эпсилон в ну кажется вот так и тогда и тогда внимательно если посмотреть у нас получается следующее что здесь у нас с вами есть переход вот из вот этой штуки а из q3 на входе эпсилон читаем q2 альфа банс есть а из этой штуки мы получаем с вами что у нас есть переход из p3 чтения альфа в p2 эпсилон и соединяя вот этих двух ребят воедино мы получаем что на самом деле у нас есть супер гипер мега переход что мы из q3 p3 эпсилон эпсилон переходим в q2 p2 эпсилон вот как раз вот того перехода которого нам не хватало да и тогда что у нас получается давайте я буду подчеркивать разными цветами значит из вот этой картинки из вот этой картинки у нас получается что у нас так из вот этой и из сейчас подумаю какой из вот этой картинки вот так мы видим что здесь на самом деле альфу можно не писать и получается что из q1 по у мы переходим пишем дубль в здесь дубль в штрих здесь мы пишем тоже дубль в штрих и тут как раз у нас работает предположение индукции которая говорит о том что из пары q1 p1 у эпсилон мы будем писать на выход так q1 у эпсилон еще секунду q3 p3 q3 p3 и и и эпсилон в а из вот этой вот штуки теперь мы давайте это позначим зеленым цветом если вот это интерфорируем сюда мы получаем что не читая ничего на вход не читая ничего на выход мы получаем что выводится q2 q2 эпсилон в тем самым мы с вами показали переход индукции мы с вами молодцы мы с вами показали вот этот вот вот эту вот этот вот факт давайте еще раз копируем лему теперь нам надо теперь нам понадобится для того чтобы доказать теорему сделаем под один под один шрифт и теперь мы с вами говорим почему у нас верна теорема из лима но здесь на самом деле все просто мы говорим что у нас пара увы принадлежит преобразованию пси тогда и только тогда когда существует пара завершающих состояний q принадлежащим f f значит p принадлежащая fp такая что из пары q0 p0 у и все мы выводим с вами q p и в теперь вот это вот факт если мы воспользуемся им полеме то мы можем написать что у нас существует какое-то слово w а такое что из q0 q0 у эпсион у нас выводится q эпсион w а из p из p0 w эпсион выводится p эпсион в а каждый из этих фактов совокупности эквивалентен тому ну мы по сути получаем что существуют завершающие вершины здесь существует q q fq существует p из fp а и тут у нас с вами получается следующий факт что давайте я напишу так что у нас с вами пара увы в es к чему тип n это о yay д а har Dewey эпсион а вот это эквивалентно тому здесь напишем что это существует в а это эквивалентно тому на самом деле что У нас пара УВ принадлежит композиции. Сначала мы применяем Q, а потом мы применяем P. То есть наш повторный, наш конечный преобразователь, который мы построили с вами, он задает все и ровно те слова, которые лежат в композиции двух конечных преобразований. Так, давайте я предлагаю на этой успешной ноте поспрашивать вопросы, потому что, может быть, сложно. С какой целью мы вообще будем применять клеммы, это для доказательств дальнейших теорем? Значит, сейчас как раз мы будем теорему Нева при помощи нее доказывать, но еще у нее есть очень прикольное свойство. Это, допустим, если вы на семинарах уже рассматривали примеры сложения чисел, ну, там сложение чисел или сложение чисел. Двоичные. Да, да, да. Да, да. Там был такой интересный факт, который говорит в следующем. А давайте мы допишем несколько нулей в конец, да, чтобы, ну, приписываем незначащие нули. Да, осуществляем сложение, а потом нам надо эти значащие нули убрать. То есть у нас получается композиция трех действий. Надо сначала дописать кучу нулей в конец, да, выровнять, по сути, наши числа. Потом нам надо ошибить сложение и потом опять убрать значащие цифры. Да, то есть, по сути, такая стадия предобработки и постобработки нашего языка. То есть это как раз композиция трех преобразований. Вторые примеры – это какой-нибудь промежуточный перевод. Типа у нас есть морфология одного языка, да, мы хотим переводить ее в морфологию второго языка, потом, имея морфологию второго языка, переводить на морфологию третьего языка. Да, ну или пример там у нас есть существительное, да, дальше мы пытаемся от него образовать прилагательное, а потом прилагательное поставить в какой-то падеж. Да, вот тоже композиция нужна. То есть, ну, можно многих примеров, просто, по сути, мы позволяем себе делать пайплайнинг всякий разный. То есть разбить наше преобразование на кусочки из конечных преобразований и делать каждое по отдельности. А потом мы говорим, давайте мы забабахаем композицию, и у нас все получится. Да, конечно, это будет сложно, ну, с вычислительной точки зрения нового, но приемлемо. Ну, по сути, мы с вами сейчас пайп изобрели. Так, хорошо. Что, делаем перерыв или дальше двигаемся? Давайте голосовать. Вопрос, куда им надо двигаться? Ну, нам теорему Нева доказывать. Надо формулировать и доказывать. Мы можем это сделать, принцип, после небольшого перерыва. Можем сразу начать. Может, все-таки небольшой перерыв? Да, давайте сделаем перерывчик минутки на три. Здравствуйте всем еще раз. Мы с вами продолжаем. И теперь мы поговорим за теоремой Нева. Значит, это у нас факт четвертый будет. Так, это теорема третья. И доказательства этого факта будут больше рукомахательским, но я постараюсь его сделать менее рукомахательским. Значит, о чем она говорит? Она говорит о том, что если у нас... Так, Нева. Что любое конечное преобразование... Давайте я буду обозначать его Пси. Пси представляется в виде, что Пси – это композиция фи в минус первой, айди, р и какое-то это, где, смотрите, значит, фи из сигма со звездой в некоторая гамма со звездой. Ну, давайте скажем, что у нас здесь преобразование из сигма со звездой в гамма со звездой. И тогда у нас фи получается... Должно являться преобразованием из... Так, если мы работаем... Сложно. Так, давайте считать. Так, это я точно могу вам сказать, что это некоторое преобразование из тета со звездой в гамма со звездой. Это даже не обсуждается. Значит, R – это будет что-то тета со звездой. А здесь, получается, нам надо, кажется, из тета со звездой в гамма со звездой. Ой, в сигма со звездой. Вот. Значит, смотрите, что при этом важно. Что вот это у нас будет регулярное выражение. Давайте скажем, что пусть это регулярный язык. Тогда уж, наверное, подмножество не принадлежит. Да, подмножество, да, согласен. Так, а вот эта вот штука, давайте скажем, что это не удлиняющий гомоморфизм. Вот это гомоморфизм. Что это такое? Думаю, это следующее соотношение, что длина фи от х не больше, чем длина х. Вот это говорит, что это не удлиняющий гомоморфизм. Так, товарищи, вопрос на знание матанализа. Кто знает, что такое Константа Лепшица? Никто не знает. Ну, грустно. Можете пойти загуглить, что такое Константа Лепшица. В общем, вот эта штука говорит, что Константа Лепшица не больше единиц. Итак, теперь смотрите, что мы с вами сделаем. А мы с вами будем доказывать это следующим образом. Поскольку у нас с вами фи конечное преобразование, существует коптель M, который как раз задает этот язык. То есть у нас L от M равняется Пси. Давайте положим, что в нем длина входа плюс длина выхода равняется единице. Да, то есть вход и выход, соответственно. А теперь смотрите, что это такое. Давайте я сейчас нарисую картинку, словами покажу, а дальше мы с вами попробуем что-то порассуждать. Вот представим себе, что у нас этот коптель выглядит как-то вот так. Эпсилон А. Там, не знаю, читает бы эпсилон. Дальше у нас там А эпсилон. Дальше у нас получается, допустим, здесь Эпсилон Д. Тут еще цикл какой-нибудь там Х в Эпсилон. И это у нас завершающий состояние. Да, вот это пример нашего коптеля M. Так, хорошо. Тогда смотрите, что мы сделаем. Мы скажем, давайте обозначим все ребра. Пронумеруем все ребра. Коптеля M. Ну, в нашем случае сколько у нас будет? Е1, Е2, Е3, Е4 и Е5. Да, то есть вот это у нас с вами получается Е1, допустим. Вот это Е2, вот это Е3, вот это Е4, а вот это Е5. И смотрите, что мы с вами сделаем. Мы с вами скажем, что промежуточный язык Тетта это язык как раз из этих символов. Е1, Е2, Е3, Е4, Е5. А тогда утверждается следующее, что регулярные выражения это на самом деле все пути из Q0 в F. В нашем случае регулярный язык, который мы с вами зададим. Так, что это у нас получается? Кажется, будет Е1, Е4 плюс Е2, Е3 на Е5 со звездой. Да? То есть у нас язык всех вот этих путей, он автоматный. Да, из стартового состояния в завершающем. Ну, потому что просто на каждом ребре написана буква алфавита Тетта. И эта буква алфавита Тетта. И у нас, по сути, есть автомат, который распознает какой-то под язык из Тетта. Ну, автомат мы можем задать вот этим регулярным выражением. Тогда теперь нам надо попытаться понять, что такое у нас будет ФИ. И что такое у нас с вами будет Тетта. Надо посмотреть, что это такое. Значит, ФИ – это будет следующее соотношение. Берем все… Сейчас, не утеняю еще кому-то морфизм. Переходы. Сейчас, давайте, допустим, мы возьмем ФИ от А. Берем все переходы, где есть А. И делаем следующее. Говорим, что ФИ от А равняется это ребро. Ну, допустим, в нашем случае ФИ от А будет равняться Е2. Потому что… Ой, наоборот. Сейчас, давайте, сейчас уточню. В общем, ФИ… Вот так, для каждого ребра и берем его в код. То есть, у нас получается ФИ от Е1 равно Эпсион. ФИ от Е2 равняется А. ФИ от Е3 равняется Эпсион. ФИ от Е4 равняется Эпсион. ФИ от Е5 равняется Эпсион. А это… Берем то же самое, только выход. Получаем, что это от Е1 – это А. Это от Е2 равно Эпсион. Это от Е3 равняется Д. ФИ от Е4 равняется Эпсион. ФИ от Е5 равняется Эпсион. Так, теперь давайте, товарищ, поймем, понятна ли эта идея? Если эта идея понятна, скажем, что нам надо доказать. Здесь. Нам тут надо два факта показать. Каких? Что нам требовалось? Мы должны показать, что эти соответствия равны. Это раз. И еще есть второе свойство. Что они неудлиняющие? Да, что они неудлиняющие. Ну, первое, на самом деле, достаточно просто. Точнее, второе. ФИ и ЕПСИ неудлиняющие. Так как фи от X не больше единицы для любого X из дета. Так как переходы на переходах не более одной буквы. Теперь нам надо показать, что у нас кси представляется как фи в минус первой на IDR на это. Давайте смотрите. Что мы с вами должны показать? Пусть у нас с вами есть в ПСИ, равное паре UV. Значит, нам надо показать, что существуют такие промежуточные состояния, которые нам это все оставляют. Тогда напишем, что у нас существует. У нас существует Q из множества завершающих состояний. Такое, что из Q0 у ЭПСИЛОН мы выводим Q ЭПСИЛОН В. За какие-то количество к шагов. Тогда распишем это все по однобуквенным переходам. Однобуквенным переходам. И пронумеруем ребра. Тогда у нас вот этот транзишн перейдет в последовательность какую-то. В E. Так, сейчас подождите. Дайте индексы E и 1. E и КТ. И получается, что в нашем новом автомате, в новом автомате, вот эта вот штучка, давайте напишу так, что из Q0 по E и 1 и так далее, E и КТ, мы доходим до завершающего состояния Q ЭПСИЛОН. А, это автомат над М. Над ТЭТО. А это значит, что E и 1 и так далее, E и К лежит в языке R. Ну и третья вещь, которую нам нужно показать. То есть, E и 1, E и К лежит в R, поэтому предпоразвание ID его оставит. ID его оставит. Теперь следующий пункт. Пункт третий. Значит, нам нужно посмотреть, что такое, что здесь происходит. То есть, у нас получается с вами… Так, получается, ФИ от E и 1 и так далее, E и КТ равняется U. А это E и 1 и так далее, E и КТ будет равняться V. То есть, у нас получается композиция. То есть, существует E и 1 и так далее, E и КТ. Так, что у нас пара УВ. УВ раскладывается… Давайте вот так напишу, что у нас это… А пара, значит, УЕ и 1 и так далее, E и КТ. Давайте вот так напишу. Е и 1 и так далее, Е и КТ. Е и 1 и так далее, Е и КТ. Вот это у нас с вами принадлежит ID на R. Вот это у нас с вами принадлежит ФИ. В минус первой. А вот это у нас с вами уже будет принадлежать ПСИ. То есть, точнее, этом. Принадлежит этом. А, ну теперь только надо это в обратном порядке собрать, и все получится. Вот такое вот немножечко рукомахатиское доказательство, но мне кажется, его будет за глаза достаточно. Главное, чтобы на примере, вот вам сказали, вот такое преобразование построить, мы его с вами построим. На экзамене его могут запрокрывать или нет? Нет, его не могут. Лучше можно вот так вот написать нижнюю часть, и тогда точно не забракует. Главное, чтобы на примере было понятно, как это работает. Так, давайте тогда про следствия поговорим. Значит, есть два следствия из этого факта. Первое следствие. Которое мы будем доказывать в виде еще двух теорем. Если у нас L автоматный, ПСИ – это КП, то ПСИ от L – это автоматный. То есть, мы не вылетаем за пределы автоматного языка. То есть, здесь мы берем это как образ соответствия. А следствие второе, и теорема 5 в данном соответствии, будет такое, что ПСИ не вылетает за пределы КС языка. КП, значит, ПСИ от L – это КС язык. Ну, то есть, вы хотите… Представьте себе, у вас есть труба, в которую вы хотите закинуть какую-то фигню, да, а на выходе у вас там красота получится. Допустим, закидываем КС язык, хотим получить что-то более крутое. Так вот, нам говорят, что нет. То есть, ПСИ от L – это труба, которая сохраняет и автоматность, и контекстно-свободность наших языков. Первый факт достаточно простой, второй сложнее. Давайте, мне кажется, за сегодня мы с вами осилим первый факт, и в чем он заключается. Значит, доказательства первого факта, следствие 1. мы говорим, у нас есть ПСИ, это КП, следовательно, существуют такие R, так, ФИ и это, потеря именево, что ПСИ представляется композицией, так, получается здесь ФИ в минус 1, АИ на Р, и это, да, хорошо. Значит, что нам надо показать? Нам надо показать, что ФИ, значит, пусть у нас ФИ в минус 1 от L, это у нас с вами L1, ID на R от L1 от L2, и это от L2 равняется L. А надо показать L1 от L2, что L1, L2 и L3 будут автоматными. Да? Ну, давайте поймем, что здесь у нас с вами написано. СИ в минус 1 от L1 от L равно L1. Значит, это на самом деле множество тех слов U, таких, что FIATU принадлежит L. да, что мы можем сказать, пусть L автоматный, тогда сейчас, секунду. давайте построим. Нам надо построить автомат для языка L1. При этом, что мы с вами знаем? Мы с вами знаем, что FI от L1 так, давайте секунду. Надо построить автомат для построить. L1. Смотрите, при этом у нас FI неудлиняющий. Поэтому у нас FI от X либо пустое слово, либо FI от X это какая-то буква A. для любого X, ну там, из какого-то языка, для какого-то X и сигнал. Да? То есть нам надо что-то придумать. Смотрите, давайте обозначим. мы еще будем пользоваться этим обозначением. Обозначим гамма-эпсилон равняется множество тех слов, множество тех символов у принадлежащим сигма таким, что FI от U равно эпсилон. да? И а гамма от A обозначим все у принадлежащим сигма таких, что FI от U равняется A. и тогда у нас получается X лежит либо здесь, либо здесь. И что это нам позволяет сделать? На самом деле давайте построим коптель для элементов гамма-A то есть смотрите, что мы делаем. Я сейчас расскажу. Вот допустим, у нас есть автомат для языка L и на нем написаны какие-то буквы. Допустим, буква A, здесь буква B, здесь буква C и так далее. Смотрите, какой автомат мы будем строить с вами. Опять же, помните, мы говорили с вами факт, что у нас множество регулярных автоматов совпадает с множеством автоматов. Поэтому здесь мы можем построить из него вот такой автомат. Мы говорим, что здесь на каждом цикле у нас добавляется гамма-эпсилон. То есть, мы по сути говорим все те слова, на которых у нас выход пустой. Поэтому мы их добавляем везде циклы такие. А здесь мы будем добавлять все ребра из гамма-А. Здесь у нас ребра из гамма-Б, здесь у нас ребра из гамма-Ц и так далее. И тогда смотрите, что у нас получается. Мы доходим из стартового совстания до завершающего, значит, мы читаем какие-то наборы символов из гамма-итых, а значит, фи от них будет лежать в языке. То есть вот здесь вот у нас на ребрах гамма-эпсилон, гамма-А, гамма-Б и гамма-Ц это у нас с вами регулярные выражения. Мы на каждую вершину добавляем этот цикл? Да, да, да. Конечно же, потому что мы могли обр... То есть у нас есть слово, да, мы его получили после какого-то неудлиняющего гамморфизма, если мы не напишем на ребрах, то будет плохо все. Вот. Это самый сложный факт для неудлиняющих гамморфизмов был. Дальше второй факт очень простой. Пересечение регулярного с регулярным это регулярным, то есть потому что это у нас получается L1 пересечь с R, да, а здесь мы делаем следующее. Мы говорим, что строим автомат для L2 и на ребрах вместо X пишем на ребрах X пишем тета от X. Вот так вот. Вот такое вот доказательство с первого следствия, что FI от автоматного языка является автоматным. То есть то, что образ автоматного языка при конечном преобразовании является автоматным языком. В следующий раз мы проделаем те же самые идеи, только уже для контекста свободных языков. И если хотите разбираться в следующем лекте хорошо, вспоминайте лимон о разрастании, потому что мы докажем на дне целых две, которые нам будут нужны. Все, на этом спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Можете на секунду вернуть про тету. Спасибо. Да, да. Ну, все, я жду вопросов. Понятно было? Понятно. Ну, более понятно было. А что, кстати, ждет на следующем яйце? Будет ли там разобраны некоторые иные темы? Смотрите, значит, чего планируется еще разобрать? У нас осталось две лекции. На первой лекции, я думаю, мы с вами добьем конечные преобразователи до конца. И поговорим как раз про то, как люди пытались при помощи количества букв что-то, ну, типа, показать, является язык автоматным или нет. Вот. Оказалось, что с точки зрения количества, если считать количество букв в языке, которое встречается в словах, оказывается, что автоматные языки и контекстно-свободы не отличаются друг от друга. есть такой факт. И вот мы его как раз будем доказывать, как раз рисую очень много елочек. И следующий раз, и потом через раз, я думаю, мы обсудим еще одну нормальную форму, мы успеем эту тему, это будет нормальная форма греймах. И на этом, я думаю, наша программа как раз и заканчивается. Будет ли вообще результаты терминированные МП-автоматы? Нет, в этом году мы их разбирать не будем, мы, к сожалению, не успели их рассмотреть. Ну, ничего страшного, как говорится. Ну, все тогда, я думаю, если вопросов нет, всем хорошего дня. До свидания. Все, до свидания.